МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Невтихим Новости в студии Алия Шигапова. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о том, что значимого произошло в Нижнекамске и не только. Вначале коротко о главном. Пришла весна, растаяли дороги. Это очень опасно. Куда могут попасть дети, просто люди, ночью в темное время. Куда уходит асфальт из-под ног горожан? 40 лет денег нет. Проект в полном мире есть. Все рабочие чертижи разработаны, вплоть до интерьеров. Полмиллиарда рублей необходимо для того, чтобы завершить строительство культурного центра. Они выжили на фабрике смерти. Не так плохо. Это очень страшно. Бывшие узники концлагерей встретились со школьниками. Удовлетворить все требования потребителей. Действительно, программа, которая уже второй год идет, это по улучшенному СКДМ. Вы правильно поставили аспекты, необходимо в этом году ее завершить. На заводе синтетических каучуков Нижнекамская «Нефтехима» продолжается реализация значимых проектов. Зажгли, несмотря на возраст. Мы сегодня показываем фольклорный номер. Как это было раньше, пошли девки на работу. В Нижнекамске выбрали лучшие творческие коллективы среди сельских поселений. Начнем программу с темы, которая волнует каждого из нас. Весна, обнажая дороги, открыла и старые раны. В систему народного контроля ежедневно поступают десятки жалоб от нижнекамцев на плачевное состояние дорожных полотен и глубокие ямы в дворах. Пробитые колеса, испорченные шины, поврежденные подвески. Автовладельцы регулярно страдают из-за плохой работы коммунальщиков. Собираются ли последние исправлять ситуацию, узнавала Кира Николаева. Яма на яме. Так выглядят дороги Нижнекамска с приходом весны. Как и следовало ожидать. Горожан это не устраивает и вызывает массу недовольствий. Очень плохо, конечно, это. Колеса разбиваются, люди меняют. Их надо каждый год. Вот сейчас особенно эти ямы залиты водой. Улетаешь и все. Готовь колесо. Надо новое. Когда лужин, вот эти ямы, их не видно. И даже при скорости 50 км в час. Влететь можно очень хорошо. Помимо разбитых дорог и глубоких ям, на улицах города можно увидеть и образовавшиеся впадины. Вот такая яма образовалась на Сиумбике 53. Жильцы близлежащих домов беспокоятся за своих детей. Ведь всего через дорогу здесь расположена общеобразовательная школа. В чем причина, кто несет ответственность за обрушение и как это устранить, рассказал начальник участка по благоустройству города Андрей Бурнин. Тут уже засыпали. Каждый год засыпают ее, но она ее промывает. Тут необходим ремонт уже. Капитальный ремонт. Это ливневая канализация. Поэтому мы подъехали, сейчас написали письмо в департамент, чтобы они приняли меры по ремонту. Потому что засыпать – это полумера. Она опять промывается, обваливается. Не более радостное положение и во дворах Нижнекамска. Так, например, внутридворовую территорию на Корабельной 28 не ремонтировали более пяти лет. Вообще не устраивают дороги. Просто ужасно. И ни с коляской не пройти, ни с ребенком. Машина вообще кошмар. Особенно, когда тает все начинает. Был случай, что у нас здесь по пять машин застревали, приходилось вытаскивать. Даже бампер здесь один раз сломали. И сколько жаловались, говорили – ноль эмоций. Почему дети ходят по такому снегу, дорожки нечищены, ничего. Здесь тротуары, здесь и старики, и дети все. Ну почему не сделать эти тротуары? По словам коммунальщиков, они, как обычно, не ожидали, что будет столько ям и жалоб. Так как зима, по их словам, была ровной, без перепадов температуры, как позапрошлым году. Но, несмотря на это, деньги выделены и ямочный ремонт начнут, когда дороги высохнут. На сегодняшний день общая сумма выделена 6,5 миллионов на 5 тысяч квадратных метров. У нас только еще сады-огороды есть, не только город. То есть, наверное, скоро уже сады-огороды маршрут откроется. Поедем по маршрутам сады-огороды, тоже сделаем. Где у нас, если вы знаете, программа по садам-огородам идет. То есть, в прошлом году мы одну часть сделали, в этом году тоже самое программы – 43 миллиона. Дальше продолжаем работу от Димитриевки, садов-1А, садов-106Д. Помимо этого, в городе действует программа «Дворы». По ней в этом году запланировано отремонтировать 43 участка. Заменить полностью все бордюры, расширить дороги и построить новые парковочные места. Бюджетные средства – 170 миллионов рублей – уже выделены. Также обновят дорожное полотно в сторону Красного Ключа по Марадьянам. Кира Николаева, Ля Санцаитова, телеканал «Нефтехим». С несбывшимися мечтами и надеждой вот уже почти 40 лет стоит недостроенный культурный центр по улице Юности. Этот объект смог бы собрать под своей крышей целый творческий городок. Однако реализовать идею не могут из-за отсутствия финансирования. Сколько стоит культурный центр и что делает город для возобновления строительства, расскажет Гузель Мефтахова. Дворец культуры строителей – так могло бы называться это заброшенное здание по улице Юности. Здесь планировалось собрать все творческие коллективы Нижнекамска. Ждали этот центр всем городом. Хотелось скорее, чтобы дом культуры достроился. И мы выходили сюда. У нас репетиции. Я сама вот тут встали в Таньке. Сейчас, может быть, тут поближе бы занимались мы. Поскольку здесь детский дворец культуры, хочется, чтобы тоже было связано заведение какое-то с развитием детей. Возможно, какие-то концертные залы, кружки, секции. Достаточно много вариантов. Можно было здесь, конечно, театр, но это другой вопрос уже. Главное, чтобы он начал служить людям, первостроителям, комсомольцам, молодежи, ветеранам. Вместо того, чтобы радовать, сейчас этот центр только пугает жителей. Очень уж сильно заброшенное здание привлекает бездомных и подростков. Район сам по себе не так уж благополучный. Поэтому то, что рядом с зданием детским находится такой недострой, это очень опасно. Особенно зимний период дети лазают из сугробы, прыгают с этого здания. Плюс достаточно и за детей страшно. И то, что свой ребенок, если бы тут ходил, тоже некомфортно было бы. Поэтому хочется, чтобы его привели в конце концов в порядок. Центр начали строить еще в конце 70-х. Однако из-за отсутствия финансирования работы остановились. Строительство не раз возобновляли и снова прекращали. По той же самой причине – нехватка средств. Проект в полном мире есть. Все рабочие чертижи разработаны, вплоть до интерьеров. Общая стоимость просчитана. И каждый раз, когда спрашивают о документах данного объекта, мы уточняем стоимость, отправляем. Но пока еще положительных решений нет. Чтобы достроить культурный центр, необходимо полмиллиарда рублей. Это касается только самого здания. Если считать и благоустройство территории, то понадобится намного больше. Сегодня будущее этого культурного центра пытаются решить не только на республиканском уровне, но и на федеральном. Каждый год отправляя по тем объектам, которым нужны финансовые средства, мы и включаем одним из первых объектов тоже. Но пока еще, то ли из-за того, что объем большой финансированный, то ли еще другие причины, но пока от правительства ответов нет. Получается, что большой культурный центр жители города увидят еще не скоро. А стены долгостроя еще долго будут пугать жителей соседних домов. Гузель Мефтахова, Эльвира Илларионова, Кира Николаева, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтихим». Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата установлена в память о восстании заключенных Бухенвальда 11 апреля 1945-го. В годы Второй мировой войны в застенках лагерей погибли миллионы евреев, советских граждан и всех, неугодных Третьему рейху. Но есть и те, кто чудом избежал гибели. В нашем городе проживает семь бывших узников концлагерей. Накануне ветераны встретились с учащимися 22-й гимназией и вспомнили самые страшные страницы мировой истории. Массовые убийства, газовые камеры, чудовищные медицинские эксперименты, изнурительный труд, голод и миллионы погибших. Все это не сценарий фильма ужасов, а страшная реальность. Концентрационные лагеря Третьего рейха недаром носят название «Фабрик смерти» – настоящий конвейер, погубивший миллионы человеческих жизней. В них попали 18 миллионов граждан стран Европы, 11 миллионов из них погибли. Судьба Валентины Артемьевой и ее семьи словно перелистанной страницей истории. Ее родители попали в плен к фашистам, а затем по принуждению трудились на военном заводе. В немецком трудовом лагере, расположенном в городе Любик, и появилась на свет Валентина Денисовна. Спасти себя и ребенка ее маме удалось просто чудом. Узницы были на работе, когда было сказано, что лагерь хотят взорвать. Когда мама прибежала туда, вот эта фарау, которая там заведовала, она не давала. Мама оттолкнула ее, взяла меня буквально в зубах, как она мне всегда говорила, я тебя в зубах вынесла оттуда. И они по лесам разбрелись там, а сушила она все пеленки, все она сушила буквально на себе. Учащимся 22-й гимназии выдалось честь лично встретиться с бывшими узниками. Освенцем, Бухенвальд, Дахау, Хамельбург, Браница, Равенсбрюк. Эти страшные названия не пустые слова для ветеранов. Оставшиеся в живых тогда были совсем маленькими или даже новорожденными. Но душевная боль тех страшных моментов все еще жива. Казалось бы, все, война позади. Но на родине узников ждали новые испытания. Фильтрационные лагеря НКВД, недоверие общества, запрет на обучение в вузах и СУЗах. В те времена в их семьях говорить о жизни в фашистских лагерях было непозволительно. Ведь даже стены имели уши. Времена изменились. И сегодня для этих людей очень важно передать молодому поколению память о погибших. Тем самым не допустить новых проявлений той зверской жестокости. Алия Шигапова, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтихим». Что интересного и значимого произошло в республике, об этом вы узнаете из нашего экспресс-обзора. Вода все ближе. Жители Татарстана жалуются в социальных сетях на затопленные районы. В том числе старые Ярыклы, Суровка и Большая Шильно. Поселки Сосновый Бор, Комсомолец, Манхэттен и село Ильбухтино. Там размыты дороги. По словам очевидцев, проехать не могут ни скорая, ни пожарная. На некоторых участках вода дошла почти до самых домов. Ранее МЧС республики предупреждала, что в зону возможного подтопления в период половодия попадает 209 населенных пунктов. Процедура получения инвалидности стала проще. Соответствующий документ подписал Дмитрий Медведев. Теперь человек старше 18 лет может с первого посещения больницы получить этот статус. Кроме того, совершеннолетним больше не придется проходить переосвидетельствование. Также среди нововведений заочный осмотр, который будет проводиться по решению Федерального бюро. Таким обследованием смогут воспользоваться жители отдаленных районов и больные, которые находятся в тяжелом состоянии. С 25 апреля в Татарстане вводится противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Уже утвержден перечень подверженных угрозе лесных пожаров населенных пунктов, садовых товарищей, детских лагерей и оздоровительных организаций. Представителям исполкомов городов и районов рекомендуется провести противопожарные мероприятия в пределах своих полномочий. Родной язык не в ущерб государственному. Изучение национальных языков предлагается организовывать по желанию школьников и их родителей. Такой законопроект уже внесен в Государственную Думу России. При этом документ предусматривает, что госязыки республики должны изучаться не в ущерб преподаванию изучению русского языка. Учет мнений школьников и их родителей или законных представителей планируется вести путем сбора письменных заявлений. Пришло время поговорить о том, что значимого произошло в производственном секторе и на площадках компании Нижнекамскнефтехим. На заводе по производству бутилового каучука Нижнекамскнефтехима состоялся второй наблюдательный аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие требованиям FSSC 22000. Аудит проводила аккредитованная организация ТУФ Туринген. Пищевой каучук используется в качестве связующей основы для жевательных резинок. В течение 2017 года специалистами завода совместно с отделом по системе менеджмента качества технического управления проводилась работа по пересмотру документации, внедрению новых требований по защите от мошенничества и фальсификации продукции и управлению услугами. Это было связано с изменением в 2017 году требованием FSSC 22000. В результате по итогам аудита несоответствие не выявлено. Подтверждено действие сертификата, выданного в 2016 году. Аудиторской группой были отмечены такие сильные стороны систем менеджмента компании, как внедрение новой методики по анализу потенциальных отклонений и причин их возникновения, постоянное совершенствование в области улучшения качества и контроля продукции. Первый квартал текущего года на заводе по производству синтетических каучуков Нижнекамск-Нефтехима отмечен приростом выпуска всех видов продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем портфеле эластомеров центральное место занимает СКИ-3 – стратегически важный продукт, наиболее востребованный потребителями. Объем его производства составил более половины от общего количества каучуков – почти 58%. Сейчас на заводе реализуется ряд значимых мероприятий по техническому перевооружению производства, а также получение продукции с улучшенными характеристиками. На еженедельном совещании главных специалистов Нижнекамск-Нефтехима накануне рассмотрели вопросы текущей деятельности завода. Наш корреспондент продолжит тему. Увеличить выпуск производства каучука СКИ до 330 тысяч тонн в год – большой и значимый проект для Нижнекамск-Нефтехима. Чтобы достичь этого показателя, на предприятии последние годы активно реализуется целый ряд мероприятий. Для полноценного обеспечения сырьем на заводе ИМ уже возведена установка «Фармокс», а также продолжается строительство дополнительных производств по выпуску изопрена и изобутана. На самом заводе синтетических каучуков уже все готово для перехода на новые объемы производства. По СКИ, как мы уже отмечали, в прошлом году была выполнена модернизация, достигли 330 тысяч. То есть сейчас ждем, когда установка изопрена запустится и обеспечить стабильный выпуск 330 тысяч тонн по году СКИ. Основные задачи, вы сами себе их поставили, поэтому по ним нужно работать. Еще один инвестиционный проект, реализуемый на заводе – модернизация производства каучука СКДН. Работы по первому этапу завершились в прошлом году. Реконструированы узлы азиотропной осушки, ректификации дивинила и регенерации возвратного растворителя. Сейчас продолжается модернизация производства в рамках второго этапа инвестпроекта. Кроме технического оснащения, заводчане совместно со специалистами НТЦ занимаются получением каучука с улучшенными характеристиками. Наработанные партии СКДН по комплексу физико-механических свойств достигают уровня импортных аналогов. Параллельно ведутся работы по амалогации опытного улучшенного каучука у производителей шин. Первоначально отправлены образцы по 5 килограмм в фирму «Континенталь» «Мишлен Пирелли». Получили одобрение по результатам лабораторных исследований. «Континенталь» готова перерабатывать промышленную партию весом 20 тонн. На данный момент также в «Пирелли» 2 тонны уже отправлено и «Мишлен» тоже резервирует 1 тонну. Взаимодействие с потребителями помогает определить задачи и понять, в каком направлении необходимо продолжать работу. Цели на текущий год известны и заводчане продолжают планомерно внедрять необходимые мероприятия. «Действительно программа, которая уже второй год идет, это по улучшенному СКДН. Вы правильно поставили аспекты, необходимо в этом году ее завершить. Для чего нужно будет и калимиризатор новый установить, и систему подачи катализаторов в том числе, и новых ингредиентов обеспечить. Соответственно, у нас по программе это до октября месяца, так? Да. То есть до октября месяца необходимо будет сделать, и серьезную задачу сейчас стоит – это обсчитать, технико-экономическое обоснование представить по СКДН-3,7». Для рационального и экономически целесообразного ведения технологического процесса на всех производствах предприятия необходим строгий учет за соблюдением установленных расходных норм. Эту работу курирует техническое управление Нижнекамск-Нефтехима. Только в прошлом году было понижено более 400 норм расхода. Еще одна значимая деятельность – испытание продукции предприятия в органах Роспотребнадзора и различных аккредитованных исследовательских центрах на соответствие мировым стандартам. В марте текущего года проведен сертификационный аудит системы экологического менеджмента, надзорный аудит системы менеджмента качества и менеджмента безопасности с стороны Международной ассоциации по сертификации Айкунет. В ходе надзорного аудита подтверждено действие сертификатов по СМК, СМБ и экологического менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ИСО 9001, ИСО 14001 и Аксас 18001, которые гарантируют, что система менеджмента акционерного общества соответствует требованиям международных стандартов. Компания способна удовлетворять требования потребителей и всех заинтересованных сторон стабильно выпускать качественно безопасную продукцию, обеспечить охрану труда и здоровье работников, выполнять обязательства по охране окружающей среды. Для того, чтобы потребители были уверены в безопасности и качестве продукции, нефтехемики проводят работу по тестированию пластиков и каучуков в международных лабораториях. Именно там проверяют, соответствует ли нижнекамская продукция европейским директивам. Ведь именно они определяют требования для материалов, которые применяют для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, а также на соответствие пластиков стандартов, применяемых в автомобильной промышленности. Данные испытания проводятся в международных сертифицированных лабораториях Европы и Азии. Проверка подтвердила – продукция предприятия не имеет отклонений от мировых стандартов. Алия Шигапова, Роман Мальцев, телеканал «Нефтехим». Безопасность превыше всего. Для ее обеспечения необходима персональная ответственность каждого сотрудника компании. В Нижнекамск «Нефтехиме» регулярно проводят проверки по охране труда и промышленной безопасности. Анализ деятельности подразделений в этом направлении проводят регулярно. Об итогах первого квартала текущего года и задачах на ближайшее будущее расскажет наш корреспондент. Отработали хорошо, на опасных производственных объектах аварий не допущено. Таковы итоги первого квартала этого года. Несмотря на отсутствие серьезных замечаний, расслабляться никто не собирается. В подразделениях компании началась череда капитальных ремонтов. Обеспечить на этих объектах безопасность – основная задача. В период проведения капитальных ремонтов возрастает большое количество проведений особо опасных работ. Я имею ввиду огневых, газоопасных, работ на высоте, ремонтных работ. Естественно, это большая концентрация ремонтного персонала, как привлекаемого, так и заводского персонала. Поэтому, естественно, здесь увеличиваются риски и травмирования персонала, и других нештатных ситуаций. В тех подразделениях, где уже прошел капитальный ремонт, замечаний не было. Работы провели на должном уровне. Распоряжения в журнале технологических распоряжений пишутся, причем пишутся очень подробно, для того, чтобы все было доступно сменному персоналу. В этом, похоже, что и есть в этом залог безопасного проведения капитального ремонта пусковых работ. Впереди капитальные ремонты на заводах изопрена мономера и синтетического каучука. Перед началом остановочных операций необходимо провести инструктажи с персоналом. К слову, на предприятие проверки знаний сотрудников охраны труда уделяется большое внимание. Не только в период капитальных ремонтов. На заводах проходят регулярные учебные тревоги. С целью подготовки персонала к действиям в аварийных ситуациях на заводе ИСКА, согласно графикам, проводятся учебные тревоги уровня Б под руководством директора завода, начальника цеха, учебно-тренировочные занятия уровня А под руководством начальника смены. В первом квартале 2018 года проведено три учебных тревоги под руководством директора завода, 25 учебных тревог под руководством начальников цехов, 108 учебно-тренировочных занятий. На совещании говорили и о состоянии окружающей среды. В связи с модернизацией на некоторых заводах количество выбросов в атмосферу значительно уменьшилось. Определены основные задачи на этот год. Планируется провести 86 мероприятий в данном направлении. И не только. Основной момент это провести второй этап реконструкции узла мехачистских и загрязненных сочных вод. Провести определенную подготовительную работу для получения комплексного экологического разрешения. Не раз я уже говорил, что с 2019 года именно комплексное экологическое разрешение будет являться разрешительной документацией о вопросах экологии. Поэтому здесь тоже будем работать. Ну и будем продолжать, скажем так, оттачивать некоторые моменты по версии стандарта международного 14001, версии 2015 года. В связи с последними трагическими событиями в Кемерово говорили и о пожарной безопасности на объектах предприятия. До 16 апреля в подразделениях должны пройти учебные эвакуации. Такие тестовые мероприятия необходимо проводить раз в полгода. На производствах Нижнекамск-Нефтехима продолжаются капитальные ремонты. Ведутся работы на заводе стирола и полиэфирных смол. Наша съемочная группа побывала в двух цехах, где производят этилбензол и стирол. Цех этилбензола основан в 1977 году. Ремонт производят здесь ежегодно. Сейчас работы идут на установке по производству стирола и одной из установок этилбензола. Капитальный ремонт будет осуществляться вместе с производством стирола и окиси пропилена. В этот капремонт запланировано сделать, произвести чистку тарелок колонны 52. Это у нас определяющая работа. Также замена трубопроводов квадратного бензола. Порядка 140 метров мы должны заменить в этот капитальный ремонт. Ну и проверить аппараты, трубопроводы. Все замены и модернизации в основном направлены на бесперебойную работу и, конечно же, на улучшение качества выпускаемой продукции. После капитального ремонта производство будет работать более стабильно. Тем более переходим мы на летний период. А летний период повышается температура оборотной воды, энергии ресурсов. И в связи с этим чистое оборудование нам позволит стабильно производить выпуск продукции, удерживает параметры, установленные технологическими рекламентами. И качество будет выдержано согласно ГОСТов. В цехе работают около 90 человек, которые круглосуточно обеспечивают его бесперебойную работу. Примерно такое же количество персонала обслуживает цех Стирола, где сейчас также проходит капитальный ремонт. В цехе 25-14 происходит замена барабана котла-утилизатора ПН-205. В основном происходит техническое диагностирование оборудования, вскрытие, чистка теплообменников, аппаратов, сосудов, привизия трубопроводов, замена арматур. Также в период капитального ремонта установок проходит осмотр оборудования для планирования работ на следующий год. Стоит отметить, что цеха этилбензола и Стирола связаны единой технологической цепочкой. Здесь процесс проходит в реакторном блоке, где температура 600 градусов, куда подается этилбензол, который получался в соседнем цехе 25-04. В реакторе происходит реакция, туда подается этилбензольная шахта и уже в конечном итоге идет дальше на, получается, УВК, углеводородный конденсат с содержанием Стирола основного вещества более 50%. И подается на следующую установку, установка ретикации, где уже разделяются побочные компоненты, получается конечный продукт Стирол. Узель Мефтахова, Кира Николаева, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтихим». Художественное слово, хореография, бокал, фольклор и инструментальное творчество – все это воссоединилось на одной сцене в Центре культурных инициатив. Накануне в Нижнекамске состоялся галоконцерт фестиваля художественной самодеятельности среди учреждений культуры района. Как прошел праздник и кто стал лучшим, расскажет Кира Николаева. Уже в холле гостей фестиваля встречают лучшие мастера сельских поселений. Они подготовили изделия ручной работы. Это иконы, вышитые бисером, куклы из пластилина и картины из тканей. Пока одни наслаждаются уникальными экспонатами, другие готовятся к выступлениям. Фольклорный ансамбль «Сударушки» вот уже как 16 лет радует своим творчеством жителей Кармалинского района. Мы сегодня показываем фольклорный номер, как это было раньше, пошли девки на работу. В смысл нашего номера мы хотим показать быт, культуру, именно православие нашего. Как раньше люди жили, как раньше с песнями ходили на работу, с весельем уходили, с весельем приходили. На протяжении двух последних недель в сельских поселениях шел отборочный тур художественной самодеятельности. И в этот вечер на сцене собрались лучшие из лучших. Более 50 человек разных возрастов. Замечательно, что в тех созданных условиях, которые создаются в районе, то есть это строительство новых клубов, ремонт имеющихся клубов, кипит. Жизнь в районе кипит, и ни один праздник не обходится без наших творческих коллективов. Все молодцы, и оценивать всегда очень сложно, потому что талантливых людей на селе на самом деле очень много. Фестиваль художественной самодеятельности мотивирует людей к творчеству, дает возможность раскрыться тем, кто, например, когда-то мечтал петь, но не было возможности реализовать себя в любимом деле. Лауреатом первой степени в номинации «Художественное слово» стала Аниса Булатова «Сельский дом болгарский». Ансамбль лошкарей Задоринки из села Сарашашминская победил в номинации «Инструментальное исполнительство». А в театральном творчестве лидерами стали участники коллектива «Тигенек». Талантов очень много, мы видим их на сцене, всегда это очень сильно радует. Если сравнить с прошлыми годами, уровень больше и лучше становится. И охват населения, и молодые выступают, и старшее поколение. Кира Николаева, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтехим». У меня на этом все. Наши сюжеты, программы и, конечно же, свежую интересную информацию вы можете найти на сайте холдинга «Нефтехим.Медиа» www.medianknh.ru Программу вела Алия Шигапова. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»